Всем привет, с вами Рыжи 74 Дэвбро, пожалуй, на просмотр прохождения игры Готика 2 Ночи Ворона, глава первой отбросы, часть 12, и я нашел того, кто сможет нам дать импредиенты, естественно, не за бесплатно. Покажи мне свои товары. Так, купим серу. Суданинский, кто купил на два свитка, чтобы одного убить, чтобы собрать у него гость и его унив на стрелу. Вот и все. Пусти нас. Роткнись. Все, сдаем. Тупой поплен, емое. Э, ты что за меня-то его убил? Там ничего нет. Как? Ладно, зря потратили свиток. Придется в корень и суть, я знаю, кого нужно прикупить. Но давайте я лучше пропущу это. Просто Константину тоже есть, кость гоблина. Все, что осталось, это поблагодарить с ним. Я должен пройти испытание огнем. Ультар дал мне задание создать руну огненной стрелы. И ты хочешь, чтобы я обучил тебя этому? Я не знаю другого способа выполнить это задание. Научи меня создавать руну огненной стрелы. Чтобы создать руну огненной стрелы, ты должен объединить на рунном столе серу с рунным камнем. Сила свитка огненной стрелы перетечет в эту руну, и ты станешь обладателем оружия Иноса. Когда у тебя будет все необходимое, подойди к рунному столу и создай свою руну. Спасибо. Наконец-то. Мы сейчас выполним последнее задание. Все. У нас есть своя же собственная руна. Мы ее не покупали, не как в первой части нам ее давали. Мы ее сами создали. Никто ничего не учится. Пошлите теперь хвастаться. Дальше, чтобы я бы увидел, как остальные послушники. Я создал руну. Отлично, послушник. Храни ее, свою первую руну. Когда ты достигнешь первого круга огня, ты сможешь использовать ее. Ты прошел это испытание к моему полному удовлетворению. Все. Ой. Теперь, по-моему, спирогарм надо. Теперь я буду принят в гильдию магов. Ты сделал это. Ты прошел испытание огнем. Мы с самого начала были уверены, что ты преуспеешь в этом. Мы также уверены, что ты продолжишь прилагать все усилия, чтобы стать достойным слугой Иноса. Итак, если ты готов принять клятву огня, ты будешь принят в наши ряды. Я готов вступить в круг огня. Хорошо. Тогда принеси клятву огня. Произнося слова, носи эту робу в знак этих вечных ус. Теперь, когда ты был принят в наши ряды, ты можешь поговорить с лордом Хагеном, главнокомандующим паладином. Нам также очень интересно знать, как он оценивает ситуацию. Так что ты теперь можешь отправляться в Хоринис. Мы ожидаем, что ты принесешь его ответ немедленно. Наконец-то мы сможем получить доступ к паладину, к лору Хагену. Тогда после этого мы перейдем наконец-то во вторую главу. А для начала я уж лучше прокачаюсь. Эй! Все. Теперь я одноручным уже бойцом стал. Ой, что я к нему подошел? Мне Кларесу надо. По-разному. Представляю. Тренируй меня. Возвращайся, когда у тебя будет... Как? Боже, это я не понял. Никто никогда не спрашивает. Мне что, 10, что ли, пришлось потратить, чтобы стать бойцом? Ладно, пишите к Хагену. Представляете, сколько он за счетку там дает, чтобы получше, чем прошлое. Надо бы уже продавать мне лишнее, чтобы деньги получить. Может, я себе найду одноручное оружие, подходящее для меня. И сильное. У меня собственное мнение на это счет. Стой! Только граждане города и служащие королевских войск могут входить в верхний квартал города. Ты смеешь стоять на пути представителя Инноса? Нет, конечно, нет. Для избранных Инноса вход открыт. Молись, чтобы Иннос простил тебе это кощунство. Да, суть избранный. Ну, они и стали теперь обращаться. Все, паладин теперь к нам будет относиться уже поуважительнее. Ах, опять ты! Так тебе все же удалось получить доступ в верхний квартал. Где ты взял эту мантию? Я прошел испытание огнем. Невероятно. Тогда то, что происходит здесь, может быть волей Инноса. Есть вещи, о которых ты всегда должен помнить. Он ничего такого интересного не говорит. Я вам правда говорю. Этого я тебе сказал. Сейчас мы и приедем в кабинет города Хабина. Он там находится. Стой! Только люди, состоящие на службе у короля, могут войти в ратушу. Я маг огня? Да, конечно. Прошу простить меня, о избранный. Я просто выполняю свой долг. Ну, выполняй дальше. Че, поробишь-то или непонятно? Кто я? Я уже слышал о тебе. Лотар докладывал, что ты хочешь поговорить со мной. Ты чужеземец, который требует глаз Инноса. Я лорд Агер. Паладин короля, войн нашего владыки Инноса и главнокомандующий Хориниса. Я очень занятой человек. Поэтому не трать мое время, фокус. А теперь, скажи, зачем ты здесь? Силы зла собираются очень близко отсюда, в долине рудников. В долине рудников? Мы отправили туда экспедицию. До нас также доходили сведения, что проход оккупирован орками. Но до сего момента до меня не доходило никаких сведений об армии зла. Что это еще за ад? Армия драконов, которые собрали вокруг себя орды прислужников. Драконов? Согласно старинным писаниям, драконов не видели уже много веков. Скажи мне, почему я должен верить тому, что ты говоришь? Вопрос не в том, должен ли ты мне верить. Вопрос в том, можешь ли ты себе позволить не поверить мне в случае, если я говорю правду. Пока я не получу доказательств, я не могу позволить себе послать еще людей туда. То есть ты хочешь, чтобы я принес тебе доказательства? Именно. Пройди через проход в долину рудников. Когда ты будешь там, найди нашу экспедицию. А когда ты найдешь их, поговори с командующим Гарондом. Вряд ли кто-то лучше его знает ситуацию там. Если он подтвердит твои слова, я буду готов помочь тебе. Значит ли это, что ты отдашь мне глаз Инноса? Глаз Инноса. Хорошо. Принеси мне доказательства, и я распоряжусь, чтобы тебе было позволено надеть этот амулет. То есть я могу считать, что ты дал слово? Можешь, так как я действительно дал его. Как я пройду через проход? Я дам тебе ключ от ворот прохода. Однако тебе самому придется решать, как пробраться через столбы орков. Да защитит тебя Иннос! Голова говорит сама за себя. Нам придется возвращаться в колонию. Там, где мы были в первой части. Всегда. Сажа, я вам говорю. Там намного сильное всего изменилось. И еще вам кое-что скажу. Пока я не прокачаюсь до 13-14 уровня, я ни шагу туда не пойду. Там сдохнуть очень легко. Слишком много врагов. А я только 4 уровня. И малопрокаченный. Чтобы достаточно прокачаться, я должен помочь магам воды. И я направляюсь к ним только бы узнать еще раз. У меня есть сообщение для мастера изгорода. Он охраняет часовню перед монастырем. Если ты выполнишь это задание для меня, ты можешь выбрать вознаграждение. Я сделаю это. Хорошо. Тогда доставь это сообщение и выбери один из этих свитков с заклинанием. А когда ты доставишь сообщение... Я понял, я че. Дай мне ледяную стрелу. Хорошо. Так иди же к мастеру изгород. Блин, по-моему, у Лоресы надо узнавать, где остальные маги воды. Или у Кавалорна. Итак, это место, где мы встречали еще одного избранника. Куда-то с ума сошел потом. И хотел нас убить. По дороге я прокачался. И поэтому я себе прибавил десяточку сил. Так, мы скоро доберемся от дамагов воды. Они и тут находятся. Но не совсем тут. До них не так то уж легко добраться. Особенно там блок стоит. Они быстрее. Сними мне, откуда она будет. Йоу. Выходите. Там, тут крысы. Так, здесь что-нибудь темнее, чтобы добавить. Подбираем мясо у них. Каменный часовой какой-то. Так, это уже скелеты гоглины. Ну и их нафиг. Не знаю, вот смотрите, мы одного уже увидели. Кто это у нас? Второй же это... Касат у нас. Ещё одним монстром стало меньше. Тюшные голоса. Сатурас, привет. Ты спятил? Вон! Под сводами этого места. Слишком опасно для начинающего искателя приключений. Но постой, разве я тебя не знаю? Ну, конечно, проклятый ублюдок. Не думаешь ли ты, что я забыл, как ты предал нас тогда в новом лагере?